Ну вот булочки мы купили сейчас, чесноком, чесночный, да, тут еще какие-то у нас. Вот купили, это рули, кексики. Элеонора Карпова уже второй день раздает еду нуждающимся в солнечном. Она берет в магазине продукты, у которых уже вот-вот истекает срок годности и раздает их людям на улице. Естественно, все бесплатно. Цели исключительно благие – помочь бедным. Свою миссию она громко дозывает фудшеринг от английского «делиться едой». В чем у вас своя идея вообще? Ну, чтобы людей спасать голодные. Не хочу вникать, они нуждаются или нет. Люди подходят сами по себе голодные. Правильно, Кать? Мне вот без разницы, какой у него статус. Или этот же мужчина подошел, или же подошла вот женщина в магазине работает. Вот такой фудшеринг по-красноярски с движением, которое придумали в Европе, конечно, общего не так много. Но Элеонора ведь только начинает. Вообще же фудшеринг появился в 2012 году в Германии. Люди заметили, что в магазинах списывают и уничтожают тонны продуктов с истекающим сроком годности. А в ресторанах в конце дня остаются готовые блюда, нарезки. Второй раз их на стол ведь не поставишь. Вот и решили – делиться. Теперь это движение одно из самых крупных, говорят сами жители Германии. У нас около 25 тысяч волонтеров и около 3 тысяч магазинов и ресторанов, с которыми мы работаем. И ежедневно около тысячи раз мы забираем оттуда еду. По последним данным, волонтеры фудшеринга спасли 7800 тонн еды. И все это работает только за счет волонтерских пожертвований. Движение уже подхватили и в России, и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Там с 2015 года существуют крупные ассоциации фудшеринга. Они работают и с супермаркетами, и с кафе, пристраивают продукты и помогают другим людям. Это больше экологический проект. Основная цель у нас – это спасти еду, чтобы она не была выкинута, потому что на нее уже затрачены разные ресурсы – технические, физические, материальные. Чтобы ее могли применить по назначению, вместо того, чтобы утилизировать. У нас сейчас в группе 60 тысяч человек по Москве и по Питеру. И каждый день порядка 30 объявлений отдают и люди, и организации. То есть, в принципе, да, очень популярно сейчас. А вот в других городах России это движение как-то не прижилось. В Красноярске оно тоже пока не популярно. Может быть, потому что не все магазины и рестораны готовы идти навстречу волонтерам. Ритейлеры говорят, сотрудничать они хотят, но опасаются юридических тонкостей. Например, непонятно, кто будет отвечать за то, чтобы получатели продуктов не отравились этой пищей. У нас ведь в законе это никак не урегулировано. Здесь смущают даже не социально-этические какие-то вещи, а как это вообще сдавать еду с подходящими сроками годностей, куда-то кому-то передавать, то есть социальная сторона, а скорее даже санитарные вещи. Потому что нас бы, прежде всего, интересовало, а кто отвечает за то, что товар этот, ну или этот продукт, переданный на реализацию дальнейшую, он надлежащего качества будет. Конечно, если предусмотреть все эти тонкости, то фудшеринг в Красноярске может получить свою жизнь. Во всяком случае, это было бы очень полезно, ведь по статистике ежегодно в России уничтожают 17 миллионов тонн еды, если в деньгах это больше полутора триллионов рублей. Софья Питеркина, Евгений Иванов, Новости ТВ.